Первый канал и компания «Телеформат» представляют Закончив очередное дело, детектив Игорь Лукин возвращался от клиента. Стой, куда ты? Вот скажи мне, у тебя есть разрешение из управы на перепланировку? Ишь, евроремонт, евроремонт, деятели сколько нашлось, а разрешения-то ведь нет. Ну зачем ты фотографируешь? Девчонок своих пугать будешь? Евроремонт, какой? На что ты мне? Хозяйка, на кого ругаетесь? Прораб этот проклятый, целую неделю с ним бодаюсь, ишь, ремонт затеял. У меня от этого шума тараканы ушли. У меня такая же была история. Сосед стену сносил, ох, шума было. А это что ж, прораб? Он проклятый, он. Эх, дядя Миша, дядя Миша, что ж с тобой приключилось? А что приключилось? Да пропал. Жил старик, хороший такой. И пропал. То ли внучка квартиру продала, то ли ремонт затеяла. Нет старика, целый месяц уже нет. Я уж в милицию обращалась. А ты кто такой? Частный детектив. А, детектив. Ну тогда пойдем, сам посмотришь. Ну пойдемте. Пойдем. Так, что, мужик, в шуме? Что надо? Я из ДЭЗа. Разрешение на перепланировку имеется? Фамилия заказчика как? Документики поддим. И документики сейчас будут. Ну показывай, что у вас здесь натворили. Немного за минуту. Сейчас, сейчас все покажем. Ремонт развиления. Это что? Вот это вот евроремонт? Угу. Так, и давно они здесь долбят? Да уже неделю почитай. Только пол на кухне разворочили. Алло. Тут такая байда. Приперся какой-то лох из Джека. Требует какие-то справки. Ага, понял. Через пять минут. Жду. Ну ладно, мы попозже зайдем. А хозяевам передай. Пусть документы приготовят. И в ДЭЗ пусть зайдут. Да, и пусть план, планы свои разрешения покажут. Вот. А то тут нашлись деятели, да. Алло, Юль, ты еще на месте? Пробей мне срочно одну квартиру. Записывай. Улица Садовая. Дом пять. Квартира тринадцать. Ну когда приватизировано? Когда покупалось, продавалось? Кто хозяин? В общем, все. Ой. Да я и так тебе все скажу, милый человек. Дядя Миша тут живет давно. С пятьдесят третьего года. Как только дом сдали, мы и въехали. А Лида-то жена-то, Мишина. Уже десять лет назад померла. А это вот мать этой внучки, Марина, по-моему, да? Ой, Люська-то без царя в голове. От мужа ушла. Марин-то еще годика не было. Семен-то этот, Степанов, мужик-то ничего. Но закладывал за воротник. Вот она от него с детем малым и ушла. А она что же, эта Люська, здесь же живет? Да, конечно. Уехала. То ли в Свецию, то ли в Шотландию, а то ли еще, может, куда. Нашла богатого буржуя и уехала. Маринку хотела забрать через год и не забрала. Получается, Маринку-то дед воспитывал? А то. А она ему под старость-то. Как тебе, дед, помочь коньки бросить, а? Вот жизнь какая пошла, а? Ну, скажи мне. И не говорите. Ой, ужас, ужас. А внучка-то здесь прописана, с дедом жила, да? Прописана здесь, но не жила. Уже год как не живет. Дядя Миша фугал ее хахелей. Она и съехала. А вот месяц назад объявилась с кавалером. Нахальный такой. Меня пихал. Даже так? Да, руку чуть не вывернул. Машина его под окном моим стояла. Орала, как будто ее режут. А, ну вы, конечно, вмешались. Вышла, конечно. А он мне. Тебе что, бабка, надо? Пошла вон. Вот. Сцепились. А я даже номер ее у машины записала, да. Вот. Хотела в милицию написать, да. Ну что ж, хорошо. Постараемся мы разыскать дядю Мишу. Плохо, что вы координат внучки не помните, а? Может, хоть где работает, а? Знаете? Да, где-то в турагентстве, по-моему. Ладно. Хорошо, спасибо. Юль, ну-ка пробей мне машину вот по этому номеру. Так, и что там с квартирой? Так, номер сейчас проверим. А по квартире долевое владение Зуев и внучка. Я на всякий случай позвонила в пару крупных риелторских агентств. Это квартира в базе данных. Девушка приходила для консультации. Марина Степанова. Так, и что же она хотела? Проработать вариант единоличного владения квартирой. О, как. А куда же деда? В дом престарелых, наверное. Беседовала с юристом. Интересно, вот тебе и внучка. Надо бы ее разыскать. Кстати, вот ее данные попробуй установи. Так, ну что ж, я тогда попробую в милицию съездить. Выясню, может, действительно проходил дед по сводкам, а? Минуту. Машина, о которой вы спрашивали, принадлежит некоему Максиму Александровичу Гулько. Вот адрес. Ну что ж, тогда мы с Иваном сейчас к ним подъедем. Выяснив по номеру машины адрес кавалера Марины Степановой, детективы приехали к его дому. Слепой, давай за ним. Смотри, выходит. Чего ему на помойке-то нужно? Вон какой-то доходяга копается. Встретили. Так, мы к вам даем микрофон. Ну что, надумал? Обмозговать? Что тут мозговать-то? Бабки большие, до конца дней хватит. Не дерьмом паленым похмеляться будешь, а коньяком каждый день. Ладно, ладно. Есть что-нибудь принять. А то мозги вообще не шевелятся. Блин, ты меня уже с этой хаты второй месяц полоскаешь. Короче, срок тебе до завтра. Завтра приеду со всеми бумагами на твою двушку. Все оформим. Доживешь до завтра? Ой, боюсь, не доживу. Ладно, пользуйся пока я добрый. Есть у меня в машине водка. Только договоримся, завтра все оформим. Гадным буду. Все сделаю. Дай что ли, а то труба горит. Игорь Петрович, у меня тут кое-что по внучке. Нашла ее турагентство. Ну, говори, где? На Рогожской. Только ехать туда сейчас бесполезно. Наша девушка уехала на курорт. На дорогой, между прочим. Вот черт, надолго? Сегодня прилетает поздно вечером. Номер рейса у меня записан. Ну что ж, молодец. Оперативно сработало. Надо будет к красавицу встретить. Так, все, Юля, отбой. Вон, Бунько, поехал. Давай за ним. Детективы продолжали слежку за Максимом Бунько. Ну что, Вань, картинка складывается. Аферы с квартирами. То есть, вы думаете, очередной жертвой стал дядя Миша? Ну, пока рано делать выводы. Посмотрим, на кого замкнется этот герой. Что там случилось, Вань? Сейчас посмотрим. Погоди, погоди. Куда ты собрался? Там же из автомата стреляли. Тебе что, жить надоело? Давай лучше милицию вызывай. Давай, давай. В соседнем дворе детектив обнаружил тело убитого Максима Гулько. Ну, ты-то как там оказался? Что видел? Старшим опергруппы оказался Сергей Акишин, старый знакомый Лукина. Понимаешь, а тут меня машина подрезала, заблокировала. А он в это время в переулок свернул. А мы-то когда уже тронулись, слышим выстрелы. Ну, подбежали. Ну, ты сам видел, лежит уже возле машины. Выходит, его там ожидали. Похоже, ожидали. Самое интересное, за полчаса до этого он с кем-то разговаривал по телефону, адрес записывал. Ну, честно говоря, я этим делом всего несколько часов занимаюсь. Диктор Петрович, давай, не тяни. Ну, что, Гулько Максим Александрович занимается риэлторством. Похоже, из черных. Ну, знаешь, которые, ну, стариков там, алкоголиков на квартиры кидают. Разборка? Да знаешь, как-то в центре города, средь бела дня, перестрелка. Он что, банкир, что ли, за него вестерн устраивает? Ну, честно, чудно это все как-то. Ладно, Игорь Петрович, спасибо. По просьбе пенсионерки Марии Калугиной, детектив Игорь Лукин ищет ее пропавшего соседа, Михаила Ивановича Зуева. Выясняется, что в квартире Зуева кто-то делает ремонт. Детективы подозревают, что к исчезновению старика причастна его внучка, Мария Мастепанова. Мария Петрович задерживается. А, сейчас сводка будет на пробку. Усилиями администрации города при личном участии Василия Захаровича Горохова принято решение о выделении бюджетных средств на строительство стадиона игровых видов спорта. Вот ведь мужик, до всего ему есть дело. Побольше бы нам таких. А это же он тогда отстоял детский водный клуб от строительства коттеджного городка. И, наконец, о скандале в клинической больнице номер 6. Как мы уже сообщали, в ходе проверки выяснилось, что ряд врачей, отвечавших за диагностику больных и помещение их в стационар, брали взятки. А теперь... Пустая больница, это же... Это же психбольница. Господи, там взятки берут. Да. А у вас что? Ну что, был я в милиции. Проверили этого Максима. Черный риэлтор, оказывается, он уже проходил однажды по похожему делу, но отмазался. Значит, хозяин квартиры упек в психушку, а квартиру продал. А что это по радио говорили про взятки в психбольнице? А что мозгоправы берут взятки за диагнозы, за размещение. Ну а что хороший бизнес, там, от армии может кому откосить еще чего. Вот именно, что еще чего. Значит, едем туда. Да-да, если Максим уже проходил по подобному делу, если у его девушки так внезапно пропал дед... Юля, ты мне найди фотографии этой девушки. Юля, ты мне найди фотографии этой девушки. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ищу одного старика. Меня интересует Зуев Михаил Иванович. Стариков здесь много. Вы родственник? Нет, я частный детектив. Дело в том, что этот человек пропал месяц назад. И что, собираетесь найти его здесь? Я рассматриваю все версии, но учитывая тот скандал, который здесь намещается... Я к этому не имею никакого отношения. Я в составе комиссии. Доценко Вячеслав Иванович. Проверяем клинику. Главврач отстранен уже. Вы знаете, я только... Только приступил. Пытаюсь как-то сориентироваться. Так как вы говорите фамилия старика? Зуев Михаил Иванович. Зуев. Зуев, Зуев. Сейчас. Ага, вот он. Диагноз, скажем, честно, нешуточный. Тяжелая форма психопатии. Изоляция, стационарное лечение. Никаких анализов, никакого обследования. Фикция. Вот и я о том же. Как говорят соседи, еще месяц назад он был совершенно здоров. Пойдемте вместе к нему. С удовольствием. Прошу. Скажите, доктор, а с таким диагнозом, как у него, ну, скажем, кто-нибудь из родственников, может его выписать из квартиры, а? Объявить человека невменяемым, неспособным отвечать за свои действия, неспособным принимать самостоятельные решения, оформить опеку. Ну, в принципе, это можно. Но это очень трудно. Но при одном условии. При каком? Ведь это квартирная афера. Здесь нужны очень сильные связи. Скажите, этот знакомый, родственник старика, он имеет такие связи? Полагаю, что да. Ну, ладно. Да, ничего не скажешь. Райское местечко. Дядя Миша, Михаил Иванович, Зуев, это вы? Я. Мне кажется, ему надо в воздух надо, доктор. Ну, посмотрите, ну. А что такое? Кто меня сюда засунул? Отчего меня здесь лечат? Я никак не пойму. Михаил Иванович, вы знаете, где вы живете? Да, улица Садовая, дом пять, квартира тринадцать. Я живу с внучкой там, будьте она неладо, с Маринкой. Где вы трудились? Ну, на заводе я работал токарем. Сейчас на пенсии. Судя по реакции, совершенно адекватен. Можно, конечно, сделать обследование, но я думаю, это излишнее. Родственники могут забрать его. Ой, доктор, да зачем меня забирать? Я же не в маразме, по-моему. Мозги нормально работают. Может, можно что-то придумать? Ну, под мою ответственность. Ну, чего же, можно. Михаил Иванович и сам может подписать все необходимые документы. Пойдемте. Миша, Миша, да что же это такое? Живой! Господи, спаси, сохрани, Миша. Я не понимаю, зачем вы меня сюда просили к Калугину привезти? Ваня, ну, куда мы сейчас повезем, Михаил Иванович? Ну, его же скоро подготовить надо. Миша, господи, живой. Слава тебе, Господи. Слава, Господи. Тетя Маша, надо бы с Михаилом Ивановичем поговорить в спокойной обстановке. А вы уж нас подождите. Ну, а я что же? Ну, потолкуйте, потолкуйте. Давайте-ка приседем, Михаил Иванович. Дядь Миш, ну, как вы? Да сейчас уже ничего. А то было и хуже. Они мне тут все уколы какие-то делали. Да. Слава Богу, вот третий день перестали делать. А я проснулся, гляжу, в палате уже никого нет. Думаю, что такое? Да я в курсе. Здесь в больнице уже комиссия работает. Я хотел поговорить по поводу вашей квартиры. А, ну что? Мы с Ледой там почти всю жизнь прожили. А теперь вот мне с Иночкой приходится жить с этой, с Маринкой. Так она из меня всю душу вынула. Все, дед, давай продадим, давай обменяем. Чего-то меня дергает все время. Ну да, а вы не хотите. Да на кой мне? Ведь я жил, там и помру. Вот помру, тогда меняйте, продавайте. За эти полгода последние она из меня все нервы вытянула. Значит, внучка эта катавасия уже полгода длится, да? Ну да, люди какие-то приходили, меня все уговаривали. Давай, дядя Миша, мы тебя перевезем, все за наш счет. Мы тебе там ремонт сделаем, ну вместе-то. А что за люди-то? Ну солидные такие мужчины. Я их особо и не помню. Солидные люди, да? Вот что, Михаил Иванович, вы здесь посидите пару минут буквально. Я сейчас, хорошо? Хорошо. Теть Маш, тут такое дело, вы же, наверное, понимаете, что Михаил Ивановичу на Садову сейчас никак нельзя. Да и то правда. Увидит этот ремонт, и удар хватит его. Вот именно. Ну, нехорошая у деда квартира. Теть Маш, я думаю, что у такой хозяйственной основательной женщины и домик в деревне должен быть, и огородик. Ну, так и грядки, и огородик, и домик в порядке. А яблочки-то нынче. Ой, душа радуется какие. Да. Теть Маш, а давайте-ка мы с вами поступим следующим образом. Есть у меня одна идейка. Я думаю, вам она тоже понравится. Ну, в общем, Вань, отвезешь их в деревню, ну и про инструктивы по дороге, чтобы сидели там дня три, никуда не высовывались. Ну и продукты помоги купить. Ну, все сделаем. Мне, кстати, показалось, что эта тетушка к старику неровно дышит. Она мне рассказала, что уже дядя Миша предлагала как бы съехаться с тарицей вместе. Может, поэтому и искала. Поэтому и спасла его. Ладно, может, у них все и получится. Мне уже пора внучку встречать в аэропорту. Давай, держи меня в курсе. Детектив приехал в аэропорт. Изобразив частного таксиста, он легко посадил к себе в машину, прилетевшую из-за границы Марину Степанову. Ну, я смотрю, с курорта, да? Отдохнули. Подни сейчас дорого. Да я квартиру продала. Покупатели аванс дали. Да и турпоездку оплатили. Слушай, мне б таких покупателей, а? Я же тоже квартиру продаю тещину. Сведи, а? Ой, не знаю. Меня с ними мой друг свел. Только вряд ли им еще одна квартира нужна. Какому-то небедному дяде именно моя квартира понадобилась. Вот как фишка легла. Ему соседи свое предлагали, а он нет. Значит, ты сейчас у друга живешь, да? Да нет. Мы с моей подружкой квартиру на пару снимаем. Вместе живем, вместе работаем. О, приехали. Вот там вот, у второго подъезда тормозили. Я сейчас из самодачи помогу донести. Да, спасибо. Чтобы узнать номер квартиры, в которой проживала Марина, Лукин вызвался помочь отнести ее вещи домой. Утром следующего дня детективу позвонил Акишин. Да? О, какие люди. Что, адресок понадобился? Поговорили с Мариной? Как убитый? Ты что такое говоришь-то? Все, понял. Еду к тебе. Ага. И кто ее? И когда? Вчера шею свернули. И заметь профессионально. Никаких следов. Никто ничего не видел и не слышал. А на меня ты что-то так подозрительно смотришь? А то, что ее соседка тебя в подробностях описала. Пришла утром, обнаружила ее. Ну, все правильно. Я же ей помогал чемодан донести до самой квартиры. Кстати, а время смерти какое? А где ты был? Между двадцатью и сорока пятью до двадцати двух. А вот не поверишь. С женой был и с дочерью дома. Можешь проверить? Ну, ладно, Петрович. А то я уж боялся совсем. А ты не бойся в следующий раз. Спрашивай. Петрович, не обижайся. Сам понимаешь, убийство все-таки. Что делать-то будем? Что делать, что делать? Я думаю, работяг надо трясти, которые у деда на квартире ремонт делают. Но ведь кто-то же их нанял, а? Уже проверили. Мы не местные. Нас на рынке наняли. Деньги заплатили. Ничего не знаем. Про раб не появляется. Телефон не отвечает. Симка на какого-то бомжа зарегистрирована. Да, странно все это. Смотри. Договор купли-продажи на квартиру не оформлялся. Да. А задаток за квартиру уже получен. Ремонт в квартире уже начали. И заметь, из двух хозяев одна мертвая, а второй был в психушке. У меня такое ощущение, что эту квартиру никто и не собирался покупать. Ну тогда зачем все это, а? Да я сам уже ничего не пойму. Ладно, Петрович, пошли работать. Если честно говоря, по правде, у меня сейчас другая головная боль. На садовой. Ладно, ребята, заканчивайте. Я поехал. По просьбе пенсионерки Марии Калугиной Игорь Лукин и его помощники ищут ее пропавшего соседа Михаила Ивановича Зуева. Выясняется, что старик помещен в психиатрическую больницу. Детективы подозревают, что за этим стоит внучка Зуева Марина Степанова. Однако на следующий день Марину находят убитой. Что ты говоришь там на Садовом? Горохов, Василий Захарович, слыхал про такого? Ну да, из администрации города. Говорят, честный мужик слышал. Вот именно. Постоянно с охраны ходят. Угрозы постоянно шлют. Ну и что пишут в угрозах? Да все то же. Размажем, как муха, посильнее. Публично, при всем честном народе. Сегодня вообще, думаю, будет горячий день. А почему сегодня? А у него раз в неделю инспекция социально значимых объектов. Ну. Личная. А сегодня по плану у него центр детского творчества. А это мой район. Ну пока, Петрович. Понял, понял. Детектив с помощником вновь приехали на знакомую Садовую улицу к дому пенсионера Зуева. Посмотри, во весь первый этаж, офис какой-то. Да. Центр детского творчества. Интересно, что здесь раньше находилось, а? Ну-ка, посмотри в компьютере. Может, найдешь сносочку? Да, благодаря местной администрации и лично господину Горохову на месте зала игровых автоматов вырос детский центр творчества. Так вот в чем дело. На месте злачного заведения появился социально значимый объект. Слушай, пойдемте я посмотрю, что там за объект. Да, а тут у нас художественная гимнастика. А здесь студия живописи. А здесь музыкальный класс. Да, впечатляет. И все это благодаря Василию Захаровичу Горохову. Сколько лет просили, предлагали у всяких разные на окраинах. Вот только благодаря ему и дали нам это помещение. Да, только нажил он себе врагов немерено. А здесь вот что, живой уголок? Да нет, просто чулан. Мы туда всякий хлам сложили еще при переезде. Так и не успели разобрать. Ну что ж, как говорится, успехов и вам, и ребятам. Ну что, как там дети? Да дети нормально. Неплохие классы для занятий. Хороший интерьер, декор. Кстати, сегодня что-то сам Горохов приезжает с подарками от администрации. Что-то нащелкало интересного? Да нет, я так пробные снимки удаляю. Слушай, а помнишь в тот день, когда ты меня здесь фотографировал? Этот снимок еще цел? Пока да. Ну, вы там плохо получились. Зато вот на заднем плане Калугина вообще красиво. Давай-давай. Вот. Смотри, видишь машина? И на ней номер видно, между прочим. Так что по этому номеру можно пробить этого прораба. Поехали по дороге. Компьютер накопаешься. Сейчас. Каменев. Григорий Константинович. Как говоришь, Каменев? Угу. 59-го года рождения. Холост. Вы что, его знаете? Лично не знаком, но это один из лидеров заречной ОПГ контролирует фигурный бизнес, ночные клубы. Кличка Камень. Так, первая ходка у него за разбой. Это по молодости. Еще два дела. За организацию взрывов в помещениях конкурентов. Вот именно, Ваня, взрывов. А что вас так напугало? Понимаешь, в офисе, который сегодня Горохов открывает, там в конце холла есть чуланчик. Что за чуланчик? Ну, девочка, которая мне все показывала, сказала, что в этом чуланчике там хлам не разобранный всякий. И туда сто лет уже никто не заглядывал. Понимаешь? Как же они ремонтом занимаются? В общем, так, надо срочно ехать обратно и звонить Акишину. Игорь Петрович, а вот по поводу этого чуланчика что-то я не до конца как-то... Понимаешь, кухня в квартире деда находится как раз над этим чуланчиком. А тетя Маша говорит, грохот был сильный. Перекрытия не долбили. Ну, долбили перекрытия и что? Ну, если учитывать специализацию Каменева и большой зуб, который имеет заречное ОПГ на Горохово, он же позакрывал все злачные места, которые они контролировали, то пахнет большим взрывом. Ого! Значит, вы думаете, что если они пробили лаз в этом чуланчике этажом ниже, напичкали его, скажем, тротилом, то... То взрыв произойдет сегодня в 13 часов, когда там будет Горохов. Понимаешь? Алло, Сережа? Слушай, это я. Что? Перенесли на 11? Слушай, Сережа, объяснять некогда, просто делать то, что я говорю. Надо срочно оттуда всех эвакуировать, чтобы ни одной души там не было. Понял? Все, я еду. Что, время перенесли? В том-то и дело. Через полчаса Горохов уже будет там. Ну, что смотришь, как на пряник? Видишь, написано? Убойный отдел. С дороги, мать твою, охрана. Василий Захарович, срочно покиньте помещение. Это в ваших интересах. Кто вы такой? Что вы себе позволяете? Охрана! Василий Захарович, все под контролем. Пройдите, пожалуйста. Ну, что? Подожди, мать надо. Тихо. А вот и бомба. Ну, где твои саперы, а? Будут минут через 10. Через 10? Ну, что? Какой? Красный, Ихар Петрович. Красный. Значит, черный. Почему черный-то, Петрович? А красный не мой цвет. Черт, ну ты даешь. Маша, операция завершена. Всем отбой. Курить бы здесь не рекомендовал. Вредно для здоровья. Узнаешь, сколько тратило? Все участники покушения на Горохова арестованы. Дядя Миша Зуев живет в своей квартире. Тетя Маша бывает у него каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...